вот так вот я пока там всякие люди присоединялись я вас спросила про это чувство вот хождение в ресторан когда ну в первый момент не очень хочется а вдруг хочется да то есть как бы преодолеть этот момент когда хочется не выходить из пижамы вот и все-таки выходишь из пижамы то есть хорошо одеваешься приходишь в ресторан и тогда вот тебя чего-то интересное ждет вот насколько это чувство вам вообще знакомо в ресторан вообще тяжело сказать то что я бы такая чтоб никогда в жизни не готовила и только по ресторану но в плане знаете когда аля кто-то звонит пошли гулять и такой вот как бы я вот это да вот ирочка если ты уже начал говорить скажи какое у тебя самое любимое блюдо в ресторане о это тяжело много наверно то что все любят да там пицца суши бургер такое всякое я вообще люблю очень все что связано с хлебом паста бургер пицца это вообще мое понятно вот это и плохо будем честно говорить будешь быть стройной меньше ешь всяких таких штучек я вам хочу сказать ну во первых ты стройная во вторых все весь вопрос в количестве и в качестве согласна кто еще хочет с нами поделиться своими любимыми блюдами я люблю все мясные блюда да бывают такие моменты что я не хочу в ресторан идти но потом иду и все очень даже круто поэтому я всегда когда мне не хочется я могу легко собраться и пойти все равно понятно то есть как бы ты 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 уже помнишь что это как бы в принципе хорошо и предвкушающе замечательно вот тань а какое твое самое любимое блюдо мое я люблю вьетнамскую кухню я работала когда во вьетнаме вот наверное с этих пор у меня любимая кухня это вьетнамская кухня вот но к счастью очень много ресторана вьетнамской кухни таки китайской кухни поэтому это не суши это другой немножечко другая кухня но это нужно пробовать она и не такая китайская не такая как наша но все же есть какой-то отпечаток французских колоний которые были на территории вьетнама когда-то то есть у них очень интересные выпечки очень вкусные там с кокосом булочки всякие непонятно с чем но очень вкусно вот и это действительно нужно попробовать а по поводу ресторана наверное мне знакомо чувство наверное все же вот это нежелание если кто-то что-то зовет кто-то куда-то да и ты вот не хочешь мне бывать вещами но не всегда это связано с рестораном то есть более охотно просто иногда не хочется выходить да 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 бывает такое действительно когда кто-то ты думаешь нет нет пожалуйста выключить телефон вот нелли а у вас у вас вас двое ваше любимое блюдо мы любители домашней кухни хорошей качественной и разнообразной мы скорее благодарный кушатель я я очень благодарный кушатель я вообще люблю вкусную еду в особенно в гостях вкусную еду которую приготовил кто-то другой согласно я шучу конечно я к тому что вот у нас дома есть очень хороший ресторан кухня одесская и поскольку это смесь разных народов разного качества и ночью приготовления на все вкусы будут будет потом можно выбрать все что угодно практически вот и обстановка называется она дача 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 ты понимаешь она на улице она с таком очень 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 классное место часть санатория 100 летнюю давным-давно тому зелень там с каждый уголок там большая территория но вроде как много столиков но никто никому не мешает все как будто отдельно за кустами беседками зарослями какие-то клубами это все таком от в такой атмосфере любви отдыха дома расслабления там гамаки какие-то кровати как феннерлаги официанты таких передничка ну вот как когда-то рай какой-то да очень хорошее место рекомендую я надеюсь все наладится да хорошо приходите приезжайте вернемся это вкусно и хорошо особенно привет вот рада тебе о собина которая подстрелит привет 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 тебе идут очень хорошо а так чему вообще все эти разговоры про ресторан вот мы прошлую встречу с собиной вы то есть кое-кто из находившиеся здесь наверное помните вот мы говорили то есть была встреча которая была посвящена годовщине войны мы говорили то есть как бы как это вообще выглядит на какие куски это время делится вот чего мы можем ожидать вот и мы думали что как бы правильное продолжение может быть действительно то есть а какие же ресурсы нам нужны или у нас уже есть для того чтобы со всем этим жить вот причем жить не только выживать а жить и получать удовольствие от жизни если может вот мы за получение удовольствия от жизни вот из этого мы решили сделать эту встречу в формате ресторанов вот сейчас я вам даже покажу ну потерялась ну оно сразу же найдется да вот оно наше меню так и и и и и и и и Вот, это вообще наш ресторан ресурсов, который построен на модели, который называется на английском Basic PH, с которой мы познакомимся. Модель, которая, в общем, была создана психологами, которые работали с детьми и семьями в травматической ситуации в Израиле в северном городе Кириадшмуна во время войны с Ливаном. Их было двое, профессор Мулли Лаг и Офа Айелон, и они построили вот эту модель, которая называется Basic PH, с которой мы скоро познакомимся, которая, в общем, помогает нам вообще как-то и диагностировать немножко себя, не диагностировать как раз проблемы, а наоборот диагностировать нас в смысле, какие ресурсы у нас есть и какие ресурсы для нас работают лучше, чем другие. То есть, как бы, чем мы можем пользоваться. Вот, и не только себя, но и других тоже. То есть, как бы, это полезная модель, которую можно применить в работе с детьми, когда мы работаем с детьми, но иногда и через, как бы, помогать близким и так далее. Basic PH – это вообще аббревиатура. Из аббревиатуры шести слов. Вот, и через эти слова мы скоро пройдем в наше меню и поговорим о каждом из них, так более подробно. Вот вы тоже поделитесь, что вам ближе к этому, что вам лучше помогает, и тогда у каждого из вас будет какая-то возможность составить себе собственное меню ресурсов. Итак, basic PH – это английские слова belief, affect, social, imagination, cognitive и physical. То есть, по переводу, вера, эмоции, социум, общество, фантазия, когниция, геологика и физические ощущения. И за каждым из этих слов, в общем, стоит наша возможность, как бы, помочь, во-первых, самому себе, лучше справляться со стрессовыми ситуациями, со сложностями, со всяким, что, то есть, как бы, что мы встречаем вообще в стрессовых ситуациях в этом году, я думаю, в частности. И для каждого из них можно придумать еще много разных возможных идей, которые, может быть, работают для меня, но кто-то другой не знает, и этим опытом мы можем делиться. Итак, вот, когда мы говорим о ресурсе по имени вера, о чем мы можем думать, да, вот, то есть, как бы, самое первое, что приходит в голову, это действительно вера, да, то есть, как бы, религия, молитва, официальная религия, пойти в церковь, пойти в синагогу, помолиться сам или сама по себе, вот, для людей верующих, которые практикуют веру, это, то есть, как бы, очень сильная вещь, которая, в общем, держит нас в сложных ситуациях, веря в Бога, веря в то, что в конечном итоге, то есть, как бы, все будет хорошо. Вот, но и люди, которые не, как бы, не являются верующими, так, официально, да, то есть, как бы, которые приобщены какой-то одной официальной религии, могут использовать этот ресурс во всяких других его проявлениях, например, медитация, да, то есть, как бы, возможность сосредоточиться, возможность сосредоточиться на собственном дыхании, на собственном теле, возможность через это, то есть, как бы, почувствовать, как я могу себя очистить, как я могу почувствовать себя вот иначе, чем я чувствовала себя момент назад, то есть и этим путем то есть как бы вернуть себя в ресурс вот есть еще вера в карму да то есть опять же это не официальная религия но то есть как бы человек который встает утром и думает про себя ну да сейчас конечно хреново но добро восторжествует то есть как бы в конечном итоге будет хорошо так или иначе будет хорошо вот другой момент это особенно когда мы говорим о войне и об этой войне это вера перемогу да то есть как бы вера в победу то что мы победим например когда мы делали я делала уркшоп на эту тему модели basic ph во львове в украине я просила людей сказать что у них ассоциируется со словом вера так многие сказали вера в зсу вера в украину перемогу вера в том что мы вот что мы сможем что мы сможем и переможем и это очень сильно это действительно очень держит людей вот и также было сказано например вера в родных и близких вот это уже ассоциируется с другим ресурсом о котором мы поговорим с обществом сообществом вот но все что связано и действительно том что я может быть я чувствую себя иногда одиноко но я знаю что у меня есть семья я знаю что у меня есть близкие я знаю что есть у меня есть друзья и это вера 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 меня держит вот и то есть как бы последний день которую последнее блюдо которое я вам приготовила и здесь это пение вместе которые то есть как бы можно потом отнести к другим категориям тоже но это довольно сильный момент вот это же то есть как бы когда я была во львове мы делали один тренинг он он был для неформальных педагогов и там мы пришли то есть как бы тоже с такой вот с презентацией все такое но было темно свет не было и надо было чего-то придумать и тогда лена меня мы запели ханукальные песни вот это то есть как бы еврейский праздник ханука то есть такие моменты когда темно вот и зажигаешь свечу то есть как бы говоришь про том что там как бы свет воссоржествует перед над тьмой так вот так мы спели такую песню и тогда к нам люди присоединились вот это был такой замечательный момент когда было темно люди включили свои фонарики на телефонах все вот сидели так вот и это именно тот момент когда песня вдруг превращается в молитву из своего рода да то есть причем песня была абсолютно детская то есть как бы в ней никакого верующего текста не было но сам факт то что люди и и пели вместе в такой ситуации вдруг дал этому большую силу вот это так то есть как бы мои мысли мне интересно кто из вас как бы хотел бы выбрать это блюдо то есть как бы это блюдо ему вкусно да я кто это я ира грекова а да расскажи как тебя является верой как это тебя поддерживает ну очень разные всяких жизни бывают ситуации но я понимаю что они нам либо за что-то либо для чего-то это но я не могу сказать что я прям сильно религиозный человек у меня бабушка была царство небесное очень религиозно на меня в детстве водила церковь там и всякое такое мама нас крестила венчала но не могу сказать что я прям супер религиозно это скорее просто внутренние какие-то моменты которые я верю что но все что происходит она не просто так и не всегда да есть какая-то причина на этом возможно мы не все можем понять увидеть пощупать и там не знаю как-то осязать но вот я знаю что есть что-то большее то что нас поможет нам да это важная вера то есть как бы вера в то что есть как бы во всем причина и логика вот потому что иначе иногда очень сложно то есть когда мир теряет свою логическую цепь вот и все становится то есть сумбурно и хаотично то есть как бы чувствовать внутри это действительно то есть как бы это не всем дано что во всем этом есть какая-то внутренняя логика может быть недосягаемая для нас но она есть это очень важный ресурс спасибо у нас с октавом то есть когда вот что-то такое происходит то или у меня или у него опускаются там руки и вообще уже не хочется вообще ничего делать и один из нас начинает просто петь на все божья воля и мы понимаем да понятно понятно это хорошо что вы оба то есть как бы держите за это и тогда вы можете друг друга утешить вот кому кому еще это затронуло то есть кому еще то есть как бы вера служит ресурсам могу подтвердить у меня это больше вера в карму но это что-то похоже к тому что рассказывала ирина да то есть это нам все дано для чего-то и в итоге все равно будет что-то хорошее да то есть там что грубо говоря да белая черная полоса как говорится все заканчивается и это закончится это тоже да это кстати очень важный момент то есть как бы знать что то что происходит что есть плохое она не навсегда вот особенно то есть как бы вот то есть как бы я думаю что один из самых явных признаков депрессии это когда то есть как бы ты чувствуешь что черная полоса не кончится никогда то есть как бы она сплошная у нее концов нету то есть как бы это изменим вот то что ты способна видеть вот белую полосу которая придет то есть как бы это действительно большой ресурс спасибо итак продолжаем на следующее блюдо наше следующее блюдо оно эмоции эмоции и тут я там опять же накидала всяких идей но это самое потом буду рада услышать ваши мысли по этому поводу тоже во первых поплакать кстати еще еще перед тем как я начну там вот проходится по нашим блюдам вот я хочу сказать тоже то есть интересный момент с работы во львове в начале то есть как бы еще перед тем как я объясняла что можно найти в каждой категории я спросила то есть это было такое вначале это была лекция перед целым залом там сто сто человек я попросила людей которые то есть как бы идентифицируются с вот с эмоциями да то есть для которых эмоции являются ресурсом поднять руку подняла примерно трое из ста вот и это было интересно то есть как бы мне было понятно что то есть как бы вот именно там то есть как бы слово эмоции она не популярна и подумать об эмоциях как ресурсы тоже было не популярно эмоции это что-то чего ты немножко боишься или сторонишься но не видишь в этом силу а эмоции это огромная сила то есть как бы принципе нашему построению как люди то есть как бы эмоции являются самым сильным источком энергии вот и деление которого мы иногда делаем между положительными эмоциями и отрицательными эмоциями оно нечестное деление потому что то есть как бы у так сказать отрицательных эмоциях есть очень положительные эффекты и иногда наоборот то есть как бы то есть эмоции то есть не 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 отвечают этим законам положительности отрицательности вот и так что если мы то есть поговорим насчет поплакать плач это замечательный способ очистить душу вот и есть опять же иногда места где считается что плачь это признак слабости то есть это будешь плакать это значит что ты сломалась там что что-то такое но я действительно очень советую всем кто может плакать когда то есть как бы доходит до того а иногда доходит иногда доходит иногда то есть как бы без этого просто нельзя такой один ресурс все что связано с рисунком будь это под эгидой артерапии или просто так да как бы просто рисовать причем рисовать не именно то есть как бы чтобы что-то получилось красиво а рисовать потому что то есть как бы ты даешь своей руке и своему глазу куда-то идти вот и твоя рука и твой глаз тебе вдруг начинают чего-то рассказывать что ты до сих пор не знал и это может быть получите иногда очень абстрактно или какие-то странные цвета которые ты до сих пор не замечал вот или не замечала но но это всегда это самое всегда в этом есть какие-то интересные сюрпризы для себя и опять же очень советую или например крик да это если вот опять же в некоем обществе кричать считается как бы не не хорошо но иногда например куда-то пойти то есть тоже совет который я получила как-то в одном из тренингов которые я делала тот рассказывала что она иногда кричит унитаз вот то есть как бы прячется в туалете вот сует голову в унитаз и кричит туда по моему замечательная идея вот если то есть как бы невозможно найти то есть как бы невозможно выйти скажем на природу и и кричать в лесу что то есть вот может быть более свободно так унитаз тоже неплохая обнимашки я думаю объяснять не надо вот всегда со всеми детьми со взрослыми со всеми кто готов это всегда замечательный ресурс вот внимание и уважение к чувствам это ну то есть как бы связано с тем о чем я говорила в начале то есть вообще понимать что у чувствах он причем опять же у всех чувствах есть место и им надо это место сделать бы не иногда бывает что мы то есть как бы боимся своих чувств или чувствуем вину какой-то мере по отношению к собственным чувствам мы не должны так чувствовать мы не должны быть так грустны или так или на меня не должно быть так страшно да в принципе уже ситуация спокойная но мы все равно боимся это нелогично да и тогда мы начинаем себя то есть как бы есть или пилить вот и тогда мы накладываем то есть как бы чувство на чувство никогда не помогать то есть как бы чувствовать себя виноват из-за того что ты чувствуешь чего-то это никогда еще насколько я знаю не привело ни к чему хорошему так что то есть как бы относиться к первичному чувству с уважением это очень стоит вот и то есть как бы вообще все виды искусства да то есть как бы вот тоже наш волонтер Анечка Аня Залкин которая которая сейчас здесь нету она была в Молдове недавно приезжала во Львов вот и она рассказывала как какой-то было свободное воскресенье она пошла в какую-то церковь и там был концерт органной музыки вот и она там просидела на этом концерте органной музыки час и и и просто час проплакала это уже тут два блюда вместе взятых вот и это так она сказала это было лучше чем пойти психологу да то есть иногда музыка это был конкретно бах вот влиять на нас именно так то есть как бы дает нам возможность почувствовать всю силу какой-то эмоции и через этого то есть как бы пройти эту эмоцию вот и выйти со второй стороны то есть как бы вот таким чувством уже лучше чем чем бывшим вот кто из находящихся здесь вот эти блюда вам нравится а мне да скажи мне тоже однозначно так давайте сейчас по очереди тончка однозначно я человек в принципе творчество и я не только им не только его беру я его отдаю и был у меня момент в жизни когда училась на психологии знаете многие говорят что на психологию идут либо те кто нуждается либо тот кто хочет помогать другим я наверное все же была тем человеком который нуждался помощи вот я проучилась там два года но до этого у меня театральное образование и все же я все же я пошла на сцену и я поняла что вот вот это вот эта та помощь которая мне нужна она именно в сцене и точно так же вот как вы рассказывали когда я показываю я чувствую прилив энергии и прилив каких-то эмоций какого-то вдохновения и точно так же когда я посещаю какие-то спектакли вот музыка тоже музыка на меня очень сильно влияет это уже могу слушать музыку что-то себе уже воображать плакать меня прям целый процесс идет в голове вот но это однозначно то что есть моим ресурсом на данный момент то есть творчество во всех его проявлениях ну и поплакать теперь тоже вот кто еще сказал да я сказала да тоже да давай да щас ну вообще на самом деле мне кажется очень хорошо потому что творчество бывает часто как проводник эмоций очень часто они засиживаются внутри не знаю как у других но у меня бывает что я настолько их засиживаю что могу уже перестать даже чувствовать и в какой-то момент вот то самое творчество да то есть какая-то постановка музыка или бывает просто приходит ну вот да желание что-то например нарисовать и это начинаешь неосознанно делать то тебя втягивает поток и получается через твою руку выходит то что ты когда-то глубоко в себе ну скажем так задушила ну вот у меня и это очень важно не все люди с этим сталкиваются уметь проживать свои эмоции и мне в этом очень сильно помогает творчество вот когда ты будешь делать себе свое меню так там будет наверное много много этого много разного творчества и творчество которое ты делаешь творчество которое ты получаешь как зритель как читатель как вот кто еще не скажешь мне такой вопрос а смех он подходит под это определение или нет под определение эмоций о интересно интересно я думаю я думаю что как проявление эмоции точно да я скажу что вообще юмор находится в другом разделении находится как раз в разделении фантазии но вот когда мы до этого дойдем я могу объяснить почему но но я думаю что именно то есть как бы опять же как уважение к чувствам то есть смех он как раз здесь находится тоже да смех в плохом плане то есть когда ты чувствуешь плохо на отшучиваешься или смех ну прям как смех хорошим но может быть скорее про смех который отшучиваешься честно ирочка я тебе извини у меня тут что-то зависло в интернете я тебя не услышала это у всех зависло наверное тоже ничего не слышала ага я говорила про то что смех которым отшучивается или смех который по-настоящему смех и соня отметил ответила что наверное тот которым отшучиваются тогда могу наверное все таки не согласится потому что смех которым отшучиваются это очередной блок и я не думаю что это можно отнести к эмоциональной сфере меню который ты можешь обратиться для того чтобы помочь себе там ну грубо говоря Ну да, то есть как бы тут можно, да, во-первых, спросить, действительно, если, то есть когда ты говоришь об этом смехе, Сонь, ты говоришь о смехе, которая тебе действительно помогает, да, то есть и тогда можно в этом немножко порыться и понять, то есть как бы это какой смех, это просто, то есть как бы, например, смеяться в каких-то ситуациях, которые, может быть, кому-то другому показываются несмешными, тогда как бы. Если это проявление, которое выходит, так опять же, его надо уважать, как любое другое проявление, вот. А можно еще спросить? Да, конечно. А вот, например, хорошее кино, там, где можно и поплакать, и посмеяться, это сюда подходит? Конечно, кино это тоже искусство. Тогда я тоже в этой команде. Ага, замечательно. Кстати, хороший телесериал тоже искусство, по-моему, да, то есть как бы, вот, и можно через этого тоже пройти, вот, со всеми, то есть как бы слезами, смехом, то есть как бы чувствами, вот, вполне работает. Так что, хорошо. Хорошо. Еще кто-то хочет сказать что-то про эмоции, или мы перейдем на следующее наше блюдо? Ладно, переходим. Наше следующее блюдо. Социум. Да? Вот. Социум это вообще, то есть как бы все ресурсы, то есть тут есть несколько, достаточно маленькое количество примеров, но можно подумать о многих других. Вот, вот, где общество помогает нам держать себя в ресурсе. Вот. Самое первое и как бы понятное, и это то, что мы делаем сейчас, это вот, да, давайте поговорим. Есть что-то, вот, о чем, то есть как бы, который многие люди чувствуют, который многие люди, то есть как бы живут в этом, и мы это открываем для разговора. Потому что иногда, опять же, в определенных обществах, вот, есть, то есть как бы очень сложно начать вообще разговор о том, что сложно, горестно, плохо, страшно. Да, а сам факт того, что можно создать какую-то среду для свободного, открытого разговора, где мы не судим и нас не судят по этому поводу, это очень большой ресурс. И это мы часто делаем с детьми. Я думаю, что у всех вас, у почти всех вас есть какого-то рода ритуалы, когда вы сидите с детьми и делаете с ним что-то вроде этого, да. Давайте поговорим, вот, за чаем, вот, за свечкой, да, там Ира и Таня рассказывали в прошлый раз, Ира и Таня из Праги, да. То есть как бы всякие разные приемы, которые в игровой форме или менее игровой форме помогают детям научиться поговорить. Вот, ну, а дети – это дети, и нам, взрослым, иногда стоит учиться говорить тоже, то есть как бы не везде и не всегда, то есть как бы это легко, но это очень стоит. Вот, и, то есть как бы и без разговора все, что связано с помощью другим людям – это очень сильный ресурс. Есть люди, для которых это действительно такая вещь, которая держит их в сложной ситуации, что они могут, то есть активно помогать другим, и тогда они чувствуют себя так беспомощными, да. То есть как бы я знаю, что я что-то делал, ну, я, например, то есть как бы это, это очень, я с этим могу очень хорошо идентифицироваться, наверное, иначе я бы здесь не была, да. Да, то есть как бы сам факт то, что я могу чего-то делать, то есть чего-то полезное кому-то, так оно помогает мне быть ресурсом. Вот, и все, что связано с игрой, опять же, игры могут, можно отнести и тоже, то есть как бы фантазии ко всякому другому, но я думаю, что это хорошо именно в этом контексте. Вот, давайте вместе не только поговорим, а поиграем. И тут, то есть как бы игра, она может быть любая и всякая, если она коллективная, то есть это могут быть, может быть что-то такое строго с какими-то законами вроде шахмат и карт. Это может быть социодраматическая игра, что часто, чем часто занимаются дети и через эту игру, в общем, проигрывают свои эмоции, переживания, путь там, все. И это может быть, то есть как бы любая другая игра, которую мы придумаем. Но иногда людям легче поиграть вместе, вот, чем поговорить. Или иногда, то есть как бы, когда мы играем вместе, из этого может вытекать потом какой-то разговор. Вот. Кому из вас это что-то говорит? Мне. Где-то отзывается? Много. Да. Это какая-то... Я. Я. Да. Ирина, мы с вами прямо говорили. В первых рядах. Это точно, да. Во-первых, поговорить, это всегда поговорить. Ну как же без этого? Во-вторых, я вот тоже из тех, кому вот помощь людям. Сто процентно, сто процентно. Во-первых, переводится фокус, внимание. Во-вторых, ты чувствуешь, да, действительно себя причастным, небесполезным. Ты же делаешь добро, творишь тут добро вообще. А еще я могу добавить такой момент, что у меня еще есть тяга к лидерству. Вот в таких ситуациях стрессовых. Мне хочется быть лидером, чтобы все порешать, все поделать, всем помочь. Ну, в общем, какое-нибудь такое. Причем это только на пиковых моментах. Когда меня попускает, мне легче. Такая, ну все, все. Пусть кто-то другой будет лидерству. Да. Не надоело. Ага. Да. Понятно. Понятно. Ко впечатлению, что я такая-то моя дальняя сестра. Просто вот один в один. Да. Потому что мы Ирины. Точно, Ирина это мир. И мы должны всех помирить, всех организовать. Всем дать задания. И сами в итоге все сделать. Ну, я так, например. Да. Ладно. Надо будет вам это самое. Как-то познакомиться лично. Это так иначе. Да. Сейчас кто-то. Кто нам. Ага. Вот. Лена. Ты скажешь, помочь другим и не только людям. Это мое. Да. Скажи об этом что-то. Не только людям, животным. Например. Или кому. Да. Или ты не можешь говорить сейчас. Хорошо. Ладно. Потом напиши нам еще немножко. Да. Кстати. О помощи животным. Это правильный момент. Потому что вот. Иногда. Особенно в кризисных ситуациях. То есть как бы мы концентрируемся на людей. Вот. Немножко забываем живот. Вот. А они тоже живы. То есть у них тоже душа есть. И я думаю, что как раз в связи с этой войной. То есть как бы это было очень видно. То есть например. Люди, которые уезжали. То есть и брали с собой своих собак. Кошек. То есть. Или потом пытались как-то их к себе привезти. Вот. Это такой важный момент. Трогательный. Так. Следующее блюдо. Следующее. Следующее блюдо. Это мое любимое блюдо. Это фантазия. Вот. И фантазия. Это вот та возможность. Которая нам дана. Переместиться. То есть как бы есть стрессовая ситуация. Вот. Она настоящая. Стрессовая ситуация. Реальная. Вот. Здесь как бы шуток нет. Но у нас есть человеческая возможность. Переместиться в какой-то другой мир. Где какие-то другие законы. Вот. Где на время хотя бы безопасно. И это дает нам огромный ресурс. То есть. С которым мы потом можем вернуться. То есть в реальную действительность. Стрессовую. И уже с какими-то силами. С какими-то возможностями. Возможностями. С каким-то. Вот. Новым смыслом. Вот. И через фантазию. То есть как бы есть какие-то ключевые моменты. Которые можно замечательно проигрывать. И с детьми. И с нами. С самими. Со взрослыми. Вот. Например. Момент супергеройства. Да. То есть как бы вся тема. Супергероев. Суперсил. Она всегда очень актуальна в кризисной ситуации. Потому что в кризисной ситуации супергерои появляются. Да. То есть. И в других людей. И в себе. Вдруг открываешь. Иногда. Какие-то суперсилы. Которые раньше не встречал. Вот. Какую-то стойкость. Какой-то оптимизм. Какая-то возможность. Как бы. Вот. Что-то сделать. Что-то никогда не делала раньше. То есть. Какие-то новые возможности. И эти суперсилы осознать. И почувствовать. И сказать. То есть похвалить себя. Во-первых. Или похвалить другого. Да. То есть как бы. Опять же. Взрослые детей. Дети взрослых. Что вот. То есть. Как бы. У нас. Эти силы есть. Это очень хорошая тема. То есть. Как бы. Это очень так. Укрепляет. И. И. То. Что. Когда мы работаем с детьми. Это. Что. Для детей. Эта тема. Очень близка. И они. Через это. Часто. Много. Могут. Нам. Рассказать. И. Про. То. Что. У них есть. И. Про. Что. Им. Не хватает. То есть. Дети. Часто. Будут. Искать. Супергероя. Которые. Им. Хотелось. Быть. Да. То есть. Какого-то. Очень храброго. Или. Очень быстрого. Или. Такого. Который. Вот. Может. Висеть. На паутине. Вот. Или. То есть. Как бы. Или летать. И. Далеко. Да. То есть. Как бы. Летать далеко. И. И. Улететь. Отсюда. Или. Например. То есть. Вообще. Летающие герои. Которые. Летают. Обратно. Домой. Это. Дети. Которые. То есть. Как бы. Уехали. Из своего дома. Часто. Говорят. Или. Рисуют. Да. Что. Да. Я. Супергмент. Я. Лечу. В Одессу. Или. Куда-нибудь. Ищу. Вот. Не знаю. У вас не наблюдалось такое? Вот. Я помню. У нас наблюдалось. Причем. Вот. Сегодня. когда мальчик сказал, что он. Ну. Не. Он не сказал, что я супергерой. Для нас. Наверное. Для многих детей сейчас супергерой. Это военный ЗСУ. И он вот сказал, что я герой ЗСУ. Что я приеду защищать свою страну. И так далее. То есть. Ну. Вот. Прям в таком вот контексте это было. А у нас из детей есть мальчишка, который прям вот он сейчас в этот период. Погряз в супергероях. И у него каждый день он какой-то новый супергерой. Причем это ну прям прям маска, щит. В общем. Вот он прям одевает маску, приходит и говорит, я сегодня железный человек. Матвейка. Ты молит. Я не Матвей. Я железный человек. Что? И ты типа обязан называть его железным человеком, пока он не снимет маску. Я так думаю, что тоже какая-то вот как защита, да, внутренняя. То есть какая-то сила, которую вот он себе придумывает, да, фантазирует, что вот он сейчас и обладает. Он такой сильный железный человек. Или Капитан Америка. Ну, в общем, там каждый день что-то новое. Ну, у него прям маски. То есть у него. Ну, как это? Ну, понятно, да? То есть одевает маску. Это уже не он, да. Да, это, то есть как бы тоже там существует меню. Это рольплей. Да, то есть как бы я играю в, да. В этом случае в супергероев. Вот. Если тебе интересно, вот. Я думаю, что стоит немножко прочитать про каждого героя, с кем он идентифицируется, вместе с ним или ему, или сама. Вот. Потому что у них есть всякие интересные особенности, да. То есть как бы, например, железный человек, он, например, такой, то есть как бы он обычный человек, который придумал себе панцирь, да. То есть как бы придумал и одел себе, то есть такой технологический, сложный панцирь. Но так у него сил, как у человека, нет. Вот. Это интересно бы было. Да. В голове, да? Очень умный. Да. Да, да, да. То есть как бы это человек, который смог создать себе суперсилу с помощью технологии. Интересно. Вот. Можно об этом поговорить. То есть как бы это такой интересный сюжет. Вот. Капитан Америка я как раз меньше знаю. Но то есть как бы, например, кстати, это уже, то есть как бы возвращается к эмоциям. Например, есть дети, которые вот хотят быть зеленым великаном. Да? Халк. Да. Вот. Тань, ты тут киваешь. Вот. У тебя такой был? Тебя не слышно. Тебя не слышно. Микрофонский. Не-а. Не-а. Что-то там отключилось. Да, хорошо. А так? Сейчас, да. Да, да, да. Слышите? Микрофонская детям. И мы часто перевоплощались в каких-то героев. Но это было как задание. Тренинг актерский. И мальчики, ну, полгруппы вот мальчики, они все превращались в Халка. Вот. Да, это очень интересно такое еще. А почему? Вот. Что интересно в Халке? Халк, он становится Халком, потому что он сердится. Вот. Это результат гнева. То есть, как бы, тоже, то есть, как бы, вроде бы обычный человек, он сердится, что-то его очень сердится, он становится огромным и зеленым. Вот. Это очень интересный момент. Можно поработать с ребенком. Вот. А что делает тебя зеленым? Да? Можно спросить. То есть, как бы, это дает нам какие-то слова или какие-то термины, через которых можно поговорить с ребенком. О чем он чувствует и, вот, и что его делает зеленым и что нет, например. Ну, и, то есть, как бы, про любого героя, то есть, как бы, можно чего-то интересного узнать. Конечно, самое интересное, это узнать, это от детей, как они это, вот, понимают. И действительно, можно это рисовать, и можно из этого делать комиксы, и можно из этого делать театральные постановки, и можно, то есть, как бы, вот такая ролевая игра, которую я уже говорила, то есть, можно много чего. Вот. Что здесь есть еще? Юмор. Да, юмор находится вот здесь. Фантазии. И я думаю, что, то есть, как бы, самый важный ресурсный юмор в этом смысле, это юмор, который, вот, который помогает тебе не относиться к себе слишком серьезно. То есть, который, если ты можешь и в стрессовой ситуации немножко посмеяться над собой, вот, и увидеть, то есть, как бы, смешные стороны этой стрессовой ситуации, это очень хорошо. Вот. Здесь то, что я здесь написала, то есть, как бы, рассказ в шести частях, это, например, очень специфическая техника, которой, мне кажется, что никто из находящихся здесь этого не проходил. Когда-то мы это делали в санатории, вот, с командой, которая была там. Это тоже такое упражнение, да, скорее упражнение, чем эксперимент, профессора Мули Лагада, который называется «Рассказ в шести частях». Вот, берется лист бумаги, делится на шесть частей, то есть, как бы, один раз складывается вдоль, один раз, то есть, как бы, то есть, как бы, на три, получается шесть кубиков, вот, и в эти шесть кубиков мы рисуем историю, то есть, каждый раз рисуем в одном кубике, да. Первый кубик – это герой, второй кубик – это обстановка, в которой герой находится обычно, третий кубик – это то есть, я вам это все пошлю, то есть, как бы, это и есть написанный вид. Третий кубик – это «А вдруг?», да, «А вдруг что-то случилось с героем?», «Вдруг что-то». Потом четвертый кубик – это как герой справляется с этим чем-то. Вот, пятое – это кто ему помогает, а шестое – это конец. Вот, это тоже, то есть, как бы, это связывает здесь несколько моментов, то есть, как бы, и искусство, то есть, как бы, и супергероям, и уже сам ресурс. То есть, то, что интересно в этом рассказе, это, что часто через это дети могут рассказать нам, что помогает им, да, то есть, как бы, есть герой, и надо нарисовать, что же ему помогает справляться там с драконом. Я, например, один раз проделала это упражнение с моим сыном, да, когда был ковид, ему было лет семь, лет восемь, не помню уже. И вот, и он тогда нарисовал дракона и очень конкретно написал. Это дракон, которому помогает ум, да. Вот, так я это самое, я поняла, что, то есть, как бы, у меня очень когнитивный ребёнок. Вот, кукольный театр здесь есть. И, да, я об этом тоже, то есть, как бы, говорила раньше, эскапизм любого вида через книгу, через кино, через сериал, то есть, возможность куда-то уйти и потом вернуться в реальность, то есть, как бы, немножко оторваться. Так, кому вкусно вот это блюдо? Наверное, я очень вкусно. Так, Аня, да, скажи. У меня отключался. А, я? Не, Аня. Мне очень подходит всё прямо здесь, да. Побыть в других мирах, выдуманных мирах, фантазийных, или через книгу, или через фильм. Юмор, это тоже моё, да, посмеяться над собой. У нас в семье это очень принято. Когда мы приехали в Израиль, потом прошло какое-то время, мы немножко адаптировались, и мы заметили, о, мы опять за столом друг над другом хохочем, там, прикалываемся, ржём. Отлично, всё, это оно, оно сработало. Мы здесь теперь как дома. Всё, вот это, да. Это прям мне очень подходит. Замечательно. Кто ещё сказал, что это ему подходит? Таня, да. Тебя опять не слышно? Таня, у тебя отключён микрофон. Да, у тебя микрофон на мюте. Я не знаю, просто почему-то он у меня глючит и не хочет включаться, когда я нажимаю на этот. Слышно меня? Да, сейчас слышно. Да, тоже перенесись в другой мир. И просто театр кукол, это непосредственно моя вторая профессия. Вот, я кукольник по образованию. Поэтому тоже, ну, вот всё, что связано с театром, всё, что связано с творчеством и фантазией в том числе, потому что, как бы, это всё есть, в принципе, тоже фантазия. Ну, и эмоции, и фантазия. Мне кажется, это близко друг к другу. Да, всё, то есть, как бы, можно всегда связать. Да, да, да. Ничего отдельно, то есть, как бы, в мире не является. Это да. Да, я тоже согласна, что в плане фантазии... Прости. В плане фантазии, это, конечно, тоже вещь, которая может очень хорошо помогать, даже в том плане, чтобы ставить себя на место какое-то другое, да, смотреть там со стороны на какую-то сложившуюся, ситуацию, это очень важная вещь. А и фильмы тоже. Да. Да, да, кино – это замечательно. Да, я вот тоже согласна, что вот уход в другой мир, там, будь там, вон, книжный мир, там, фильмов, мультфильмов, просто какой-то фантазийный мир, который ты сам выдумал, да. Ну, прям, хорошо. Да. Замечательно. Хочется добавить к этому фантазийному миру, девочки, а как классно поспать. О-о-о! Это же оно! Это же главный ресурс, там и сны, и фантазии, там и отдых, и телу полезно. Гелова отдыхает. Это, 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 если ты умеешь заказывать себе сны. Не, ну, поспать – это хорошо. Поспать хорошо. Про поспать мы еще поговорим в смысле, то есть, как бы, физически, то есть, как бы, все, что связано с телом, вот, это действительно очень-очень важно. Так, итак, наша следующая, следующая ресурс. О-о! Когнитивная. Это вот, да, я говорила о моем сыне, это мой сын. Да. Вот. Трезвый анализ событий. Да. Это иногда нелегко, особенно, то есть, как бы, в наше время, где, то есть, как бы, источников информации миллион, понять, что правда, что неправда, иногда очень сложно. Вот, есть всякие разные манипуляции, фейк-ньюз и так далее. Но, если все-таки ты в этом деле можешь найти, то есть, как бы, свою возможность анализировать, как бы, поставить вещи по полочкам и понять, например, чего надо бояться, а чего нет, или в каких ситуациях, то есть, как бы, реально бояться, а каких нет. Вот. Это может иногда очень сильно помочь. Вот. Если есть, если у тебя есть люди, знакомые, которым ты веришь и доверяешь, и они могут это сделать для тебя, тоже хорошо. Тоже хорошо. Вот. И это, то есть, как бы, связано с тем, что, то есть, как бы, понять, насколько информация на тебя влияет, и иногда, то есть, есть ее очень много, и она очень влияет. Вот. И что, то есть, как бы, и что ты отсеиваешь, это очень важно. Вот. Я скажу, что, я думаю, то есть, как бы, ну, это, в Израиле, например, это часто видно, вот, что в определенные периоды все, то есть, как бы, засаживаются, то есть, как бы, смотреть новости, то есть, как бы, Фомаи сидят в интернете вечно слушать что-то, что, в принципе, им ничего нового не приносит, но, то есть, как бы, это иногда попытка контролировать ситуацию, то есть, как бы, кажется, что если ты будешь слушать много новостей, тогда ты будешь лучше знать, что происходит. Иногда это так, не всегда это так. Вот. И учеба, она тоже, то есть, подходит над этот раздел, то есть, как бы, если ты и в стрессовой ситуации можешь найти какое-то время для учебы, неважно, при чем, что, ну, то есть, как бы, хотелось, чтобы это было что-то интересное для тебя, вот, это тоже, то есть, очень укрепляет, твоя возможность сосредоточиться, то есть, опять же, чего-то познать, чему-то научиться, она дает много сил и ресурсов. Так. А мне, кому-то близко, кому-то полует, кто из находящихся здесь, под свои ресурсы, отсюда, от когнитива. Нелли, давай рассказывай. Я думаю, что везде, вот, во всех ресурсах, во всех разделах меню есть присутствие моё, просто, ну, в той или иной степени, и думаю, почти на сто процентов, если не больше, уверена, что и в оставшихся разделах тоже найдется чем питаться. Здесь много от ума. Я в какой-то степени ну, через ментальную сферу живу. С эмоциями сложная, больше они закрываются, ну, как-то так. И, в общем, я склонна к тому, чтобы информацию получать через учебу. Понятно. А чего ты учишься? Наверное. К тому, что мне кажется в этот момент стоящим. И это всегда, но это может быть всегда что-то такое, что позволяет в твоей профессиональной деятельности в основном. В основном это касается как бы тому, что я делаю. Скажем, был ковид, и это очень сильно нарушило всё. как это делать, как учить детей, как дальше быть. И пришлось самостоятельно пилить. Пилите, Шура, они золотые. И мы тогда сели с подругой и запилили сайт. Я в жизни этого никогда вообще. как это. Стали делать уроки через все эти платформы, наполняли сайт всякими штуками. Я много чего научилась, многому. И то, что я поняла вот в эти кризисные моменты обучения и работы с платформами и всякое такое, это было похоже на... У меня тогда образ был типа 40 какой-то там год, мы сидим и курим. У нас перерыв. Мы такие покуриваем, а там фашисты бросают листовки. Сдавайся, корона, паника, вирус, всем на вакцину. Вот такой вот, да, вокруг шум. Вот в этом шуме у меня взята высота. Мы живы. У меня работа, у меня дети, у меня идёт. То есть мне всё равно, что они там говорят. Вот эти вот шумы информационные вокруг, они не должны отвлекать от главного. Вот в этом главном мы выживаем. Ну, как-то вот мы тогда так и выжили. И сегодня так тоже потихоньку. Хорошо, Нелин, спасибо. Вот тут так, вы написали. Лена пишет анализ событий, взгляд со стороны, уход от эмоций, послушает других и сделать свои выводы, поучиться. Моё, возможно, и поучить. Салфеджо. Вот интересно. Вот ты умеешь? Вот, Соня, ты пишешь, читать новости, это вот очень мне помогает. Докажется, что если всё, всё знаю, то будто бы контролирую ситуацию. Да, вот. Иногда это действительно так. то есть как бы иногда вот чувство того, что ты знаешь много, оно даёт тебе силы. Интересно, преподавать салфеджио. Вот. Вот. И совершенствовать навыки и знания это тоже очень хорошо. Хорошо. Итак, последнее, последнее блюдо в нашем меню это вот это. Это тело. И всё, что связано с телом. Вот. То, что здесь написано, это опять же только часть того, что есть. Вот. Есть многое другое. Вот, например, то, что Нелли сказала насчёт поспать. Точно. Вот. Это очень важно. Всё, что связано с дыханием и контролируемым дыханием. Вот. Я не знаю, если вам когда-то пришлось натыкаться на это самое на понятие вагусное дыхание. Есть? Знакомо? Вот. Нелли кивает. Вот. То есть, как бы, всякого вида дыхания, которое мы можем, то есть, как бы, контролировать. Есть, например, такое дыхание на четыре. Да. То есть, вдох, раз, два, три, четыре. Держать, два, три, четыре. Выдыхать, два, три, четыре. Ждать, два, три, четыре. То есть, такое очень глубокое, очень размеренное дыхание, которое помогает, ну, и вообще, то есть, как бы, собраться, если надо собраться. И даже, то есть, как бы, в моментах, то есть, как бы, скажем, предпанической атаки, вот, это такое нечто, что может помочь взрослому, и ребенку, вот, как-то собраться. все, что связано с, то, что на английском называется, маленькуюность, и переводится, как внимательность, почему-то, ну, или, то есть, как бы, контакт, души и тела, да, то есть, как бы, йога, медитация, вообще, замечать, что с нами происходит, где, есть такой классический вопрос на теме mindfulness, это, а где я в собственном теле? Да, это, кстати, интересный вопрос, который можно иногда задавать детям. Вот, где ты сейчас себя больше всего чувствуешь в собственном теле? Да, например, я не знаю, я сейчас сижу, я как-то больше в ногах, да, я чувствую, то есть, какую-то, вот, вот в ногах больше себя, чем, скажем, не знаю, в спине, да, ну, я вообще не чувствую, вот, иногда, то есть, как бы, в каких-то ситуациях, то есть, мы чувствуем больше живот, или больше, скажем, шею, вот, то есть, как бы, здесь обычно стресс, быстрее сидит, вот, в шее, то есть, как бы, в плечах, вот, становится как-то, вот, когда ты становишься внимательным к этому, тогда ты можешь сделать какие-то или движения, то есть, или расправить, или наоборот, вот, которые помогают тебя как-то балансировать себя. Танец, да, возможно, танцевать при публике, не при публике, вот, тут я написала одну такую замечательную штуку, которая мне очень нравится, вот, это вечеринки в наушниках, не знаю, если кто из вас когда-то пробовала такую вещь, но это происходит, когда, скажем, у каждого своя музыка, вот, Таня говорила, что им нравится музыка, вот, и все танцуют, но каждый под свою музыку, вот, это иногда, скажем, возможно в ситуациях, когда невозможно включить громкую музыку, или потанцевать всем по ней, вот, так можно и в наушниках тоже эффективно, вот, и все, что связано с бегом, или с прогулкой, то есть, как бы, вот, выйти из дома, пойти куда-то, погулять, побегать, вернуться, и ты уже другая какая-то. Так, кому это? Мне. Снова я. На 100% и дыхание, и йога, и прогулки, и танцы, которые вот эти полуистеричные иногда, ну, в общем, да, это вообще, мне кажется, отличный вариант. Понятно. Да. Да. У тебя, полное меню на шесть блюд, Ирочка. Вот. Так что. Замечательно. Да, Таня, ты хотела тоже сказать? Да, у нас здесь просто ремонт делают. я вижу, серьезные люди ходят и занимаются. и отделание не работает. Почему это? Не знаю, что не так. В общем, и поэтому, здесь есть люди, которые не знают польский. не суть. Согласна абсолютно тоже с словами Ирины. Ну, очень тоже мне близко. И, в принципе, мне кажется, всем вот, это по всем методикам, даже тем же актерского, когда ты набираешь, когда нужно скинуть лишнюю энергетику, ты должен физически занять. это один из способов скинуть напряжение. Это физическая нагрузка, скажем так. Побегать, попрыгать, потанцевать. Особенно потанцевать, это очень круто освобождает. Классно тоже. И дыхание, и йога. Йога занимала очень долгий период в свое время. То есть, единственное, дыхание стрельниковое я делала, оно это более такая гимнастика, скажем так, для дыхания. Но тоже классная тема. Поэтому, да. Вот. Можно я? Да. Я это самое тоже хотела сказать, что у меня тоже полное, получается, меню из шести блюд. Когда вы сказали первое про когнитив, я подумала, нет, ну, ум, наверное, это точно не мое. Но когда началось про тренинги и курсы и обучение, я поняла, что да, это мое. Вот. А то, что касается физическое тело, это движение, активность, и еще бы я сюда добавила уборку, потому что, когда начинается вот что-то такое непонятное происходит, ты начинаешь выдраивать там, или мыть окна, или там мыть полы, или мыть посуду, или что-то такое, и вот через это физическое оно все как-то выходит, и потом прям хорошо. Особенно, когда мыть посуду, да, да. Где вы живете, у меня большая квартира. Я тоже Иру поддержу по поводу уборок. Это офигенное средство. Чисто в пространстве, чисто в голове. Оно чистит просто мысли, чувство дыхания свежее. Совершенно другое. Я тоже это люблю. Да, это тоже, кстати, под контролем. Да, то есть как бы, вот, весь мир я почистить не могу, а вот... Но тут дома чист. Да. Но дома чист. или просто оно облегчает состояние. Да, вот любая физическая нагрузка, но это скорее должно быть какое-то такое, наверное, красиво, красиво. Ну, это может быть либо город, горы, вот когда ты физически под вечер очень часто встаешь, голова полностью перезагружается. про уборку, не знаю, очень сильно под настроение, очень кусочками. Мне надоедает быстрее, чем я додела. Вы что-то. Что-то конкретное разбирать, вот книжки перебирать. Вот сидеть их. Просто их перебирать, доводить порядок, там настольные игры, еще, ну, такими-то кусочками, каких-то в очах позиций. Главное, чтобы не надоело. Вот разбирать, перебирать, да, больше на внимательность. То есть вот это вот. Не-не-не-не, это физически прямо. Да? Не, не внимание, это прям какое-то погружение, скорее вот, наверное, это погружение в другой мир, потому что ты их перебираешь. Мне это никогда не удавалось. Я когда начинала перебирать, вот физически, типа, я потом заходила туда, и потом я обнаруживала себя, сидящий вот в кучах разных, сидящий, увлеченный чем-то там, ой, и тут, и тут. Никогда не придется. Мы это перебираем с лобками, вот это вот подойдет, вот это вот подойдет, вот это подойдет, но у меня, мне может надоесть, когда я не закончила, после этого ничего не получилось. Но голова перегрузилась, вроде как цель достигнута какая-то. Порядка нет, но в голове что-то изменилось. Да, не, опять же, то есть, как бы, то есть, вот, нужду во внутреннем порядке, во внешний порядок, да, то есть, как бы книжки или там чего-то я могу перебрать, убрать, выбросить, если надо, да, то есть, вот, в душе тоже что-то перебирается. Про выбросить, да, это вообще отдельная тема, я вообще люблю все повыбрасывать в таких ситуациях. А у меня наоборот, то есть, такой Плюшкин включается, что иди вот, как выбрасывать, все надо. По жизни Плюшкин, но бывают такие ситуации, когда все вообще, все выбросить надо. Я тоже Плюшкин, и вообще, мне, например, у Болка абсолютно не идет, то есть, как бы, никак не успокаивать, скорее, не было. Санда и Алина, мне очень любопытно, о чем вы говорите. Поделитесь хоть чем-то маленьким. Мы говорим о том, о чем и вы говорите, но просто мы ушли немного. Мы решили вам не мешать. Дать возможность всем сказать. Что? Нет, ну, поздно там поделитесь чем-то маленьким. Вы, кстати, говорили тоже о coping mechanisms, как каждая из нас комфортно себя чувствует, точнее, что она делает, чтобы комфортно себя чувствовала. Ну, просто настроя, поэтому мы между собой. Замечательно. Очень хорошо. Тогда я вам не буду больше мешать. Вот. Вот. Я вам это самое, послала презентацию, она у вас в WhatsApp сейчас. Вот. И там вы увидите, что есть еще и чистые листы, где написано «Еще». Да? Вот. И это меню вы можете себе взять, вот, добавить в него всякие еще штуки, которые, и те, которые вы услышали здесь, и то, что вам работает. Вот уборка, да? Это как бы все, что мы говорили. Вот. Из этого там есть в конце. Есть. Вот. Сейчас. Это мое меню здоровья и счастья. Да? Вот. И это, то есть как бы, это что-то, что вы можете сделать для себя. Это когда, в некоторых местах, можно приготовить сам себе, какой я хочу салат. Вот. Что, вот, что вам надо для полного счастья делать и в какой последствияности. Да? То есть как бы, есть какие-то вещи, которые важно, например, делать каждый день. Да? Хоть немножко. И стоит это помнить. Вот. Есть какие-то вещи, которые стоит делать, например, вечером или утром. Есть какие-то вещи, для которых надо найти время хотя бы раз в неделю. или в месяц. Да? Вот. То есть каждый из вас из всего этого может составить себе собственное меню и стараться его придерживаться. Вот. Потому что, действительно, в жизни есть всякие сложные моменты. Вот. И вы все-таки сами лучше всего знаете, какие для вас лучше всего работают ресурсы и сколько вам их надо. Супер. Спасибо. Спасибо вам. Вот. Я получила бездну удовольствия. Вот. Как-то камерно получилось. Хорошо. Да. Прямо очень круто. Спасибо. Как будто бы бывала в ресторане. Вот. Надеюсь, я не оставила вас слишком голодными. если это плоскоповый ресторан. Спасибо. Вы раньше нормально поедете. Хорошо. Ладно. Так я желаю вам замечательного вечера. Вот. И мы увидимся уже, наверное, на следующей неделе. И хорошего конца. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Пока. Пока. До свидания. До свидания. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...